В полуразрушенных домах живет немало жителей оккупированных территорий и ремонтируют их они самостоятельно. Но это не каждому по карману. В группировке ЛНР рапортуют о том, как успешно восстанавливают жилье. Корреспонденты проекта «Донбасс Реалии» проверили, насколько это соответствует действительности. Пенсионерка Светлана Борисовна уже третий год живет в полумраке. Балкон квартиры пострадал во время обстрелов. Окна забиты досками и тряпками. В 2014 году писали 15 заявлений, раз балкон дочка носила. Тут, когда нас... Машка. Ну, никакой помощи. Никому нас тут не помогали. Тут все люди своими силами стеклили, кто мог. Отремонтировать свой балкон самостоятельно Луганчанке не по карману. Денег нет даже на самое необходимое. Ты на всем экономишь. Все подешевле покупаешь, что можешь. Пенсии в две с половиной тысячи рублей, это около тысячи гривен, хватает только на дешевую еду. Внука не за что даже в школу собрать. Школьной предложенности не хватает. Детенам можно даже контур на карту купить и атмосфер для четвертого класса. Учитья двойки, единицы мы стали, потому что нет тех предметов. Группировка ЛНР еще в конце прошлого года обещала восстановить тысячи домов. Деньги на это якобы выделила Россия. Но потом они куда-то испарились. В растрате обвинили так называемого министра ЖКХ Алексея Русакова. Его арестовали в феврале. Но уже в сентябре Русакова сепаратисты снова объявили в розыск. Оказалось, чиновнику просто позволили сбежать из-под домашнего ареста. Не знаю, сколько требуете. Дуганчанин Камо живет на северной окраине города. Снаряд попал прямо в крышу его дома. Вот, снаряд попал, все разрушено. И попало до соседей. Камо не стал бегать по инстанциям группировки ЛНР. Решил, во время войны каждый сам за себя. Местное ноу-хау. Луганчанин латает крышу старыми деревянными поддонами. Ими он обшивает чердак. Этой поддон мне лучше друг отдал. Мне друг отдал, чтобы помог, короче. Но буду стараться общивать, если получится. Луганчанин, чьи дома пострадали от обстрелов, уже в третий раз подряд готовятся зимовать на развалинах. Утепляются кто как может. Ведь времени до наступления первых морозов почти не осталось.